Как понять на самом деле, что есть правильно? Вот нам кажется, что мы с вами знаем, как правильно. А у меня такое есть ощущение, что это из разряда миссии Бога. Мы вообще сегодня про Бога много будем разговаривать. Из разряда миссии Бога. Что вы решили, как Господь Бог, что вы точно знаете, что для вас правильно. Но вы-то сколько живёте на этой планете, в этом мире? Откуда всё-таки вам знать, что именно для вас правильно? А для того, чтобы немножко дальше запустить наши с вами мысли, я хочу вам рассказать одну историю. Ну, пусть это будет такой вот, просто историей. Представьте себе храм. И в храме на определённом месте стоит Бог и за всем наблюдает. Но случается такая ситуация, что Богу нужно отойти, отлучиться. И он находит одного товарища и говорит, слушай, мне надо отойти. Встань, пожалуйста, на моё место. Пожалуйста. Тот говорит, хорошо. И Бог ему говорит, единственное что, ты, пожалуйста, только смотри. Ничего не делай, только смотри. А когда я вернусь, ты мне всё расскажешь. Пожалуйста, ни во что не вмешивайся. Тот говорит, хорошо. Бог уходит. Этот товарищ встаёт на его место. И первый посетитель, который приходит в храм, это бомж. Он садится на колени, начинает молиться. Боженька, пожалуйста, я столько мучился. Где же мне найти средства для заработка? Мне нужны деньги. Помоги мне, пожалуйста. Ой, перепутала вам. Подождите, первый заходит наоборот. Богатый человек. И он говорит, что вот у меня всё плохо в жизни. Я там потерял деньги. Как бы, что мне делать? Настать меня, пожалуйста, на путь истинный. Я не знаю, куда деваться. Первый был богатый. И в этот момент он теряет свой кошелёк. И уходит. Второй, второй, кто приходит, это как раз-таки бедный. Который говорит, боженька, вот я столько мучился. Всё время перебивался с воды на хлеб, с хлеба на воду. Помоги мне, пожалуйста. Бросает взгляд и замечает кошелёк, который забыл миллионер. И говорит, боже мой, боженька, какой ты быстрый. Сразу мне тут и кошелёк, и денег тут много. Спасибо тебе большое. И уходит. И уходит. Заходит в храм. Третий участник, это моряк. И он говорит, боженька, мне через две недели предстоит свадьба. И это такой волнительный момент в моей жизни. И вот он всё рассказывает про себя, про свою невесту. Что вот он моряк, он не знает, как вот это будет, семейная жизнь. Такой большой ответственный шаг в его жизни. Он часто в море, но он очень любит эту девушку. Вот. И переживает, как она будет. Будет ли ждать его. И моряк не успевает уйти. Его ловит полиция, которую вызывает бедный. Как потерявший кошелёк. И больше, кроме как этого моряка, никто никого не видел. И полиция хватает моряка, забирает его в тюрьму. Потому что считает, что именно он и украл деньги. Тут, смотря на это всё, не выдерживает. Заместитель Бога, тот товарищ, которого он поставил вместо себя, идёт к полиции и говорит, вы знаете, ребята, всё не так. Этот моряк ни в чём не виноват. На самом деле, это тут был бедняк, нищий, который забрал этот кошелёк. И вы ловите его, а этого парня отпустите. Он вообще ни в чём не виноват. Это неправильно. Я вам в историю, правильно, что есть. Это неправильно, что вы его забираете. Пожалуйста. И, соответственно, сажает в тюрьму бомжа, возвращает деньги миллионеру, моряк становится свободным. Так разрулилась эта история. И вернулся заместитель Бога на своё место. Возвращается Бог. И говорит, ну как-то тут дела. Он говорит, всё нормально, всё хорошо. А что было в моё отсутствие? И заместитель Бога, этот парень, мимо проходящий, рассказывает ему, как он круто спас моряка. Бог на него смотрит и говорит, я же тебя просил не вмешиваться. Зачем ты это сделал? А теперь слушай, что на самом деле ты, решив, что поступаешь правильно, натворил. Я специально хотел, чтобы потерял деньги богатые, потому что он перестал их ценить. И мне хотелось, чтобы у него в жизни хоть что-то такое произошло, чтобы он начал ещё больше думать и шевелиться, и ценить людей, которые вокруг него, и то, что он зарабатывает. Мне было важно, чтобы эти деньги нашёл бедняк, бомж. Потому что он действительно очень много страдал и очень много молился. И мне важно было бы, чтобы у него хоть на какой-то момент времени он вздохнул. и получил дополнительный заработок, который, на самом деле, для миллиардера большого значения не имеет. Те деньги, которые лежали у него в кошельке, по сути. И мне очень важно было, чтобы моряка посадили в тюрьму на это время. Потому что корабль, на который он сейчас сел, потерпит крушение. И он не женится. Но из-за того, что ты решил, как правильно, то ты нарушил весь ход. И в итоге есть пострадавшие. Понимаете? Поэтому мы не знаем на самом деле, что есть правильно. Но при этом сами себя ограничиваем. Правильно, неправильно. Это вам наподумать, девочки.